Во-первых, очень я люблю бананы. Во-вторых, люблю бананы. В-третьих, тоже о бананах. Чтобы не расстраивать символ года, огненную обезьянку, ей да и всем гостям предложили отведать банановый йогурт. После дегустации молочного лакомства журналистам предстояло присутствовать на обряде освещения белой пищи. Этот год високосный. Дабы те, кто вкусил угощение, могли уйти от проблем, ламы призывали гневного хранителя и божеств. Считается, что в доме должно быть не менее девяти разновидностей белой пищи. Тогда красная обезьяна проявит свою благосклонность. Именно молоко на столах буддистов появляется не случайно. Когда мы делаем практику, практика называется, из анутра-тантра-йоги, называется ламачотпа, хуру-пуча. И когда мы представляем древо собрания будды, паспет-сады, и там, из этого древа, оно исходит из моря, из океана молока. Молоко символизирует в чем? У нас символизирует там три основы пути. Мать вскармливает ребенка, даря ему здоровье и любовь. С этого мы начинаем свою жизнь. Так же должен начаться и Новый год. Закупать творог, сметану и кефир нужно впрок. Но тут главное не переусердствовать и выбрать натуральный продукт. В первую очередь необходимо обратить внимание на срок годности. Чем меньше срок годности, тем он полезнее. Если продукт уже более 14 соток, необходимо уже задуматься. Используются там натуральные закваски. Как в случае нашего кефира, мы используем натуральные живые кефирные грибки, где срок годности у нашего продукта уже 5 суток. После молебна ламы осветили и чаны с сырьем для будущей продукции. Она появится на прилавках уже сегодня. Ася Касьянова, Сергей Костенко, Новости дня.